Привет, я Катя Панкова, и сегодня мы делаем кресло для балкона, которое я переделывала в прошлом ролике. Ну а если ты пропустил, то скорее переходи по подсказочке вот здесь, или можешь найти ссылочку в инфобоксе под видео. Ну все-все, я не буду затягивать, давайте начинать! Я буду делать кресло из прямых балясин. Для деревянной основы моего кресла мне понадобилось 10 балясин длиной 90 сантиметров и 3 двухметровые рейки. Это при том, что мое кресло нестандартное, оно довольно широкое, ну такой прям под всю ширину моего балкона, можно сказать даже диванчик. Первым делом я напилила все необходимые детали. Итого у меня получилось 8 деталей из рейк и 11 деталей из балясин. Для вашего удобства я оставлю в описании под видео наглядный чертеж кресла, в котором будут указаны все размеры, а также информация о всех используемых материалах и инструментах. Первым делом я начинаю собирать подлокотник. Для соединения деталей я использую косой шуруп при помощи кондуктора Крэг. Скажу честно, вещь не дешевая, но у меня он был и почему бы им не воспользоваться? Вы же можете соединять детали прям в торец или же купить уголки. Итак, для того, чтобы делать отверстие под косой шуруп, нужно соблюсти правильный отступ от края. В моем случае это 5 сантиметров. И для удобства я использую скотч как маркер. Он как раз шириной 5 сантиметров. Далее на струбцину креплю кондуктор и сверлю отверстие специальным сверлом, который идет в комплекте. То же самое делаю с другой стороны балясины. Я делаю соединения на два самореза. Вот такие отверстия получаются при использовании кондуктора. Как вы понимаете, они будут скрытые. Я все отверстия делала на задней или нижней части балясин, чтобы они не портили общий вид кресла. Для удобства я сперва сделала необходимое отверстие на всех деталях подлокотника, а потом начала его собирать. Чтобы соединение было еще более крепкое, я промазываю стык клеем для дерева. Излишки клея я, конечно же, убираю и соединяю саморезами. Проделываю все то же самое со вторым подлокотником. Продолжение следует... Продолжение следует... Теперь приступаю к основанию сидения. Точно так же сперва делаю отверстие с двух сторон детали, так как она будет располагаться между двумя вертикальными балками подлокотника. Продолжение следует... Так что креплю основу сидения между вертикалями подлокотника на необходимой правильной высоте. Внутренняя ширина кресла 75 сантиметров. Я подгоняла под ширину своего балкона, поэтому кресло такое широкое. К тому же будет комфортно подобрать ноги под себя и расслабиться с чашечкой кофе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Но было поздно что-либо менять, пришлось их крепить, когда уже был собран каркас. Так что, если вы захотите сделать подобное кресло, помните об этом, это точно облегчит вам жизнь. Я задумала так, что на эти опорные рейки лягут поперек рейки такого же сечения, которые и будут являться основой для подушки. Поэтому закрепила я их таким образом, чтобы рейки не выпирали над балясиной, а были вровень с ней. Опорные рейки для сидений я соединяю саморезами в торец. Также помимо двух рейк по краям, я решила добавить впоследствии еще одну посередине рейку. Думаю, что эта рейка поможет распределить нагрузку и рейки не треснут в один прекрасный момент. Когда основа собрана, я шлифую все неровности и немного сглаживаю углы на подлокотниках. Теперь можно покрыть кресло морилкой. Я выбрала цвет дуб. Пока сохнет морилка, минутка саморекламы. Если вам нравится то, что я делаю, то, пожалуйста, поставьте просто лайк под этим видео. Вы даже не представляете, насколько это важно для продвижения канала. А если у вас есть минутка времени, то можете оставить комментарий, мне будет очень приятно. Ну все, все, я не буду вас задерживать. Продолжаем. Можно приступить к мягкому сидению. Я буду использовать халкон, оставшийся от старого матраса. Вы же можете взять любой подходящий поролон или другой материал. Вырезаю необходимые элементы при помощи канцелярского ножа. В моем случае это два слоя халкона для сидения. Они размером 74,5 на 54,5 сантиметра. Я взяла размер на сидение на 5 миллиметров меньше самого сидения, так как еще добавится толщина синтепона и материала. В итоге выйдет, что мягкое сидение будет лежать впритык и никуда не будет скользить. А спинку я делаю из одного слоя халкона размером 74,5 на 34 сантиметра. Высоту спинки я делаю чуть выше той балясины, которая является спинкой в каркасе. Опять-таки для удобства использования. Так как высота моего материала 5,5 сантиметров, я склеиваю два слоя халкона, чтобы получить более пышное сидение. Использую специальный клей для поролона в баллончике. Кстати, это очень удобно для единичного изготовления. Для того, чтобы сгладить углы халкона, я обматываю его синтепоном и закрепляю тем же самым клеем. Ну что ж, осталось сшить чехлы. Я решила сделать помимо основных чехлов еще и черновые. Для того, чтобы было более аккуратно, чтобы у меня синтепон никуда не вылазил. Но это совершенно не обязательно. Так что особого внимания на них заострять не буду. Давайте лучше перейдем к основным чехлам. Я использую специальную ткань для уличной мебели. Она с пропиткой от намокания и не выгорает на солнце, что для мебели на балконе очень важно. Стоит такая ткань очень недорого. Около 250 рублей за поконный метр. Первым делом я вырезаю заготовки. Здесь ничего сложного, это всего лишь два прямоугольника. Но самое главное, нужно правильно рассчитать размеры. Сейчас цифр называть не буду, потому что размеры у каждого будут свои. И не хочу вас попросту путать. И для вашего удобства я также в инфобоксе оставлю выкройки и информацию о том, как правильно рассчитать ваши, именно ваши размеры. Я буду делать чехлы без липучек, молнии, пуговиц и прочей фурнитуры. Сделаю просто таким образом, чтобы получился своего рода кармашек, в который можно будет ставить мягкую подушку. Ну, знаете, как на наволочках. Теперь необходимо обработать края. Загибаю ткань и делаю строчку. Я обрабатывала только верхние и нижние края, которые будут на задней части подушки являться торцами кармана, через которые можно просунуть подушку. И даю две строчки по краям. Вот что у меня получилось. Чехол практически готов. Осталось обработать углы. Сгибаю каждый угол таким образом, чтобы шов оказался по центру образовавшегося треугольника. Делаю отступ вниз от угла на половину толщины подушки. И провожу горизонталь. Эта линия должна быть равна толщине подушки. Делаю строчку по этой горизонтальной линии. Обрабатываю так каждый угол. Таким образом мы задаем объем чехлу и получим в итоге аккуратные облегающие углы. Вот так они выглядят в итоге. Ну что ж, мое кресло готово. Можно пользоваться. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»